Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале в гостях Уаннушки. Сегодня я буду готовить очень вкусный пирог с заварным кремом. Крем я буду готовить с добавлением кокосовой стружки. Пирог получается очень-очень нежным, вкусным и ароматным. Все продукты для пирога обязательно должны быть комнатной температуры. Первым делом отделяем белки от желтков. Желтки пойдут в заварной крем, а на белках приготовим песочное тесто. Если желток попадет в белок, в этом случае это абсолютно не страшно, потому что белки мы не будем взбивать в пышную пену. Приготовление я начинаю с крема, в желтки добавляю 120-130 г сахара или 7-6 столовых ложек. Желтки с сахаром хорошо перемешаю и добавляю 40 г картофельного или кукурузного крахмала. 40 г это 4 вот таких вот столовых ложки без большой горки. Также хорошо все перемешиваю до однородности и добавляю 500 мл молока. Вначале молоко добавляю небольшими порциями. Теперь я отправляюсь к плите и буду варить крем на огне чуть выше среднего до загустения. Если у вашей посуды тоненькое дно, тогда варите крем на огне чуть ниже среднего, чтобы ничего не горело. Крем я непрерывно помешиваю. Примерно через 10 минут он вот так вот начинает густеть. Варю его минутку и снимаю с огня. Крем я перемешиваю еще примерно минутку и накрываю пленкой в контакт, чтобы крем не заветрился. Крему нужно дать остыть до комнатной температуры. Приготовлю тесто. В белки всыпаю 200 г сахара или 10 столовых ложек. И при помощи миксера буду все перемешивать примерно 2-3 минутки. Никакой пышности добиваться не нужно, просто нужно все смешать до однородности. Также в белки я добавляю щепотку соли. Если миксера нет, это все можно сделать вилкой или ручным венчиком. Как получила вот такой вот результат, добавляю 200 г мягкого сливочного масла. Хорошо все перемешиваю до однородности и добавляю сметану 2 столовые ложки. Получается вот такая вот жидкая масса. Теперь сюда буду добавлять муку и разрыхлитель. В общем, муки я взяла 500 г. Вначале добавлю примерно 200 г и сразу же с первой порции муки всыпаю 10 г разрыхлителя или 2 чайные ложки. Начинаю вымешивать тесто и постепенно буду добавлять всю муку. В общем, в тесто у меня ушло 550 г муки. У вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Теперь тесто я переношу на стол, посыпанный мукой, и буду вымешивать буквально пару минут для того, чтобы собрать его в комок. Должно получиться вот такое вот мягкое и не липнущее к рукам тесто. Тесто я оставлю на столе, накрою его пленкой или полотенцем, чтобы оно не заветрилось, и пока подготовлю форму и крем. Размер моей формы 35 на 25 см. Форму я застелила пергаментной бумагой, вы можете застелить фольгу или просто смазать маслом. Крем у меня остыл до комнатной температуры, теперь сюда я добавлю ванилин и кокосовую стружку. Хорошо все перемешаю и можно заниматься тестом. Также включаю духовку на 180 градусов. Если ваша духовка греется долго, включите ее заранее, чтобы она хорошо разогрелась. Теперь тесто я делю на 3 равных части. Если у вас есть весы, можно воспользоваться весами для точности. Стол я немного подпыляю мукой и буду раскатывать тесто в прямоугольную форму, приблизительно под размер формы для выпечки. Раскатанное тесто я переношу в форму при помощи скалки. Теперь тесто распределяю хорошо по форме и делаю небольшие бортики. Теперь на тесто выкладываю половину крема и хорошо все разравниваю. Точно так же раскатываю другой кусочек теста и выкладываю сверху на крем. Руками разравниваю хорошо тесто, лишние кусочки я срезаю и обязательно вот так вот склеиваю края теста. Это делаю для того, чтобы крем не вытекал во время выпекания. Теперь выкладываю оставшийся крем, хорошо его разравниваю и накрываю последним пластом теста. Края также хорошо прижимаю, лишнее срезаю и немного пирог вот так наколю ножом, чтобы он не поднимался во время выпекания. Пирог отправляю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, выпекаю в середине духовки 30-35 минут. Пирог должен вот так вот хорошо подрумяниться. После остывания его можно доставать из формы. И для украшения пирога я беру 100 грамм молочного шоколада. Шоколад растоплю в микроволновке короткими импульсами. Теперь сверху посыпаю кокосовой стружкой и буду нарезать на кусочки. Вот такой вот у меня получился пирог с кремом. Он очень-очень вкусный, внутри он получается мягким, нежным. Друзья, пробуйте, надеюсь, вы будете довольны результатом, как и я. Вот так выглядит только приготовленный пирог, но на второй день он получается еще более мягким и пропитанным. Пирог получается большой, и так как он с заварным кремом, я храню его в холодильнике. Перед подачей грею пирог в микроволновке ровно 30 секунд, и этот пирог превращается вот в такой вот мягкий настоящий торт. Это очень-очень вкусно! Друзья, готовьте с удовольствием! Спасибо, что готовите вместе со мной! Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения! Пока-пока!